всем привет с вами негатив в общем 33 давайте тоже маленько разберем покажу чё к чему потому что слишком много честно говоря бомблю от этого режима из-за того что случайные напарники попадаются то есть нельзя выбрать себе тех с кем ты хочешь пойти приходится играть с теми кого дают в общем я вот здесь вот красный вот это желтый игрок это аделина это камаз мастер все мы 26 ранги играем против легала на кефирчики стратега и там еще какой-то один ноунейм то есть блин 224 ранга ноунейм здесь 326 ну давайте смотреть в общем многие строительством занимаются в этом режиме то есть здесь доминирование два флага по большому счету если их держать победа там ну в районе 10 минут значит идет сбор ресурсов зеленый игрок судя по пехоте делает через гол стройку застройку вот на этот вот флаг давайте смотреть просто я здесь ящики собираю практически все собрал вот здесь вот и спорные и так далее у него в результате воруют его ящики первый момент второй момент покой-то хрен он ставит вышку сюда сразу же 170 ресурсов дарит выкидывает с дэшки вот 2 точнее он выкидывает то есть одна сразу он ставит и вторую с развертки давайте смотреть и по итогу начинает застраивать вот сюда вот вышки пушки которые блин до флага даже не достают по большому счету заезжай сюда молотами и делай что хочешь то есть ребят если вы строительством занимаетесь это ну мое мнение бредовая идея на самом деле потому что вы без экономики без всего без армии остаетесь и начинаете ставить вышки пушки блин на втором штабе сидите до восьмой минуты уж если вы такой хернёй страдаете стройте через три с дэшки вот одну выкинули точнее вот эту выкинули кидаете сюда с развертки потом вот эту ломаете кидаете еще одну и вставите вышки пушки прямо на флаг тогда эффект будет то что вот это вот делается это все игрок по большому счету выбит из игры и на него сейчас расчет вообще никакой не идет потому что он сейчас развиваться три года будет а флаг один хрен не удержит здесь я флаг маленько захватил самого порога то есть какие-то очки получил зеленый игрок делает то же самое и поэтому шкала пока что как бы заполняется в нашу пользу плюс у синих ну конфедератов то же самое пошло потому что они этот флаг перезахватили то есть мы вначале преимущество получили все здесь уже идет развитие так как здесь 24 ранги я понимал что будут молоты самая лучшая тактика в этом режиме в доминировании играть от третьего штаба это ягуары дикие и стрекозы ребят если здесь идет застройка мамонтов еще добавьте все пишу вот этому нашему оппоненту чтобы он производил технику потому что этот игрок все он вылетел из боя он сейчас три года будет развиваться вот он чтоб в третий штаб идет здесь доминирование здесь нет времени как бы тянуть кота за яйца провел им разведку показал что здесь авиации нету блин то есть ну покой хрен он вышел в авиацию я не знаю ему написал технику 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 производить технику он все равно делает короче с двух авиазаводов кречетов против трех наземщиков зачем я вообще не понимаю у зеленого все здесь перезахватили соответственно флаг то есть о чем я и говорил вышки пушки они толку не дадут появляется наш летун который на кречетах здесь тайфуны что он хотел сделать этими кречетами я не знаю но вот получается вот так то есть я сразу сказал производить технику потому что было очевидно что будет именно так здесь в наглую пошел перезахватывать этот флаг то есть я играю от третьего штаба грены дикие ягуары здесь застройка то есть синий игрок делает то же самое то есть синий игрок по большому счету все тоже выбит из игры здесь цербер то есть стратег играет героями серафим цербер попозже соляриса по моему подключат то есть этот флаг я пока что сейчас не выбью то есть видите синий игрок сделал грамотно он застроился соответственно прям на флаг все я его не перезахвачу построить он сюда я загоню сюда какое-нибудь мясо и перезахвачу его то есть здесь вот зеленый игрок просто выкинул ресурсы ну по-другому я назвать не могу то есть вот две пушки две вышки sd-шка которые вообще ничего не делают то есть он просто потратил рез вот он сидит от третьего штаба хотя бы армию делает то есть это разумное решение против молотов желтый у нас делает диких зачем-то с тем учетом что авиации по-прежнему нету нету авиации то есть кроме серафима здесь ничего нет но он производит диких и производит кречит по большому счету сейчас все это всю эту хрень должны сдержать броники и и гхм потому что на флаге мы уже не пробьемся из-за просто неправильной застройки вижу что зеленый вроде здесь пододвигается в атаку на разведке техники несусь к нему потому что нужно срочно перезахват делать здесь у нас пошли кречиты тайфунов мало и плюс я захожу своими ягуарами вот отсюда чтобы нарушить строй плюс грены надо заказ вот совместными усилиями вроде здесь что-то получается стратег разумеется идет на меня в атаку пишу напарнику игры ты давай чё там шевелись как бы шкалата уже пододвигается я здесь вроде разгребаю вот этот молот и щит ой ну молотки здесь тут идет атака вроде желтый игрок конечно мне помогает зевсов нету самое интересное по большому счету то есть блин ну сделает и и гхм какой хрен ты этих кречитов делал каким образом ты собирался здесь захватывать эти флаги своими кречитами тоже непонятно то есть я вроде здесь зажался отбиваемся здесь мой флаг конечно перезахватили то есть по большому счету все идем на победу потому что но флаг мы перезахватили здесь мы сейчас пробьем в 2 вот такие вот армии потому что молотков мы разгребли зевс и щит с героями мы здесь тоже потихонечку как бы разгребаем я катаюсь хамелеоном чтобы солярис не так наносил урон вот они хваленые кречиты дикие против видимо молота ну зевса щита он делал кречитов он сейчас большую часть подарит скорее всего я уже начинаю фокусить тайфуны чтобы он хоть что-то мог здесь сделать своей авиации конечно начинаю ну продолжает он наносить урон солярису но по большому счету вот зевса щит этот один фиг я отбиваю тоже один вроде все нормально но ты вот дострой сюда пару зданий ну блин ну хоть что-нибудь сделать то здесь идет пробитие армию свою слил то есть но это очевидно было летит в наглую серафим то есть никто этого не видит у него целая здесь армия но он все увлечен пробитием залетает вот так вот он в наглую здесь не диких ничего авиатор у нас это тоже ничего не видит я здесь вроде как бы отбился по итогу садится приземляется серафим вот они начинают врубаться что что-то надо делать два флага сейчас под их контролем кречиты как помогли и короче мы проиграли вот так вот красиво стратег сделал бой вот так вот сгорелая в этом бою очередной раз потому что один у нас талантливый строитель второй талантливый авиатор и самое интересное им пишешь объясняешь как надо играть они не слушают в общем пока в этом режиме нельзя будет выбирать напарников я в него пожалуй играть не буду нервы дороже давайте покажу второй бой где по крайней мере хотя бы один союзник сыграл нормально то есть если двое хотя бы более-менее достойных игроков выиграть можем то здесь бобби флайер фаргат нормальные игроки более-менее 3 ноунейм у нас я соответственно вот здесь желтый игрок редкет из клана красная гвардия красный у нас ноунейм то есть два более-менее игрока против двух более менее игроков и там по одному ноунейму в командах пошел снова сбор ресурсов знаю что фаргат играет молотками прошел сбор то есть обобрал оппонентов ну у нас опять талантливый строитель он в делает конечно через три с дышки то есть он одну сломал все здорово но он вместо того чтобы через вот этот бугор напрямую отстроиться то есть кинул 3sd и один хрен флаг не застроил но хоть чуть-чуть поближе ладно это хорошо так мясо все это сейчас будет отбиваться в общем мы захватили здесь вот этот флаг чтобы сразу очки получать по факту он здесь застроился а флаг все равно просрал то есть чем она собирается захватывать непонятно видимо вот этим койотом пишу ему стрекоз добавив потому что его как бы молотками здесь шпёхают ему нужны стрекозы реально нужны стрекозы мы этот флаг пока что держим я развиваюсь выхожу в третий штаб с дышку сейчас вот в эту сторону а у меня вот она выкину сразу в общем ладно здесь желтый пригнал койота то есть молодец блин я говорю перезахватил флаг чтоб очки то шли здесь если уж доминирование хрен ли ты здание строишь если они не захватывают и захвати флаг потом его оборонять в общем здесь совместно они как-то пытаются удерживать этот флаг сюда проезжает в общем молота тайфун и зеленый и фиолетовый игрок фиолетовый фаргат синий у нас бобби флайер вот он здесь пытается за этот флаг один бороться почему этот флаг отдаем я вышел в четвертый штаб и выхожу в стрекоз потому что все играют молотками мы увидели молотов от всех трех игроков соответственно нужны стрекозы и и гх здесь ну короче мы поняли что твоя моя не понимать ему на английском языке надо писать я уже плюнул думаю ладно тут как бы он на счеток в третий штаб идет о чем я и говорил то есть застройка она нифига не помогает особенно сопре ребят то есть если у конферушки хотя бы там накидывают то у сопры вот эти две пункт ну одна пушка и вот это одна пушка там на 10 молотов это раскидает так здесь соответственно копится у нас молотки по очкам и нормально держимся то есть этот флаг они все такое как сохраняют синий игрок тоже что-то спит не хочет особо перезахватывать пока что тоже делает застройку вот такую которая толку не дает лучше бы молотов на спамил и снес бы это все дело и все в принципе победа была в шляпе но он тратит рез и тоже на здание точно такую же ошибку совершает в общем здесь я на спамил стрекоз но тайфунов очень много осталось против двух соответственно молота тайфунов пытаюсь здесь воевать ягами отступаю стрекозами накидываем разложился на бугре уже в узком проходе но тут молоты зашли стрекозами соответственно отступаем от тайфунов напарник желтый молодец без хама тоже подтягивает своих ягуаров начинает отстрел я вижу что не стал ему фокусе чтобы он здесь как бы ну не растерялся на самом деле то есть задача была тайфунов забрать молотов я без щита спокойно здесь сам разгребу до заказ соответственно стрекоз идет я их пытаюсь покажет сохранять чтобы вот напарник тоже врубился то есть я говорю отлично сыграл фокусе тыми на тайфунов он видит фишку что я стрекозами здесь сам отобьюсь он зафокусил 4 тайфуна и все здесь выход стрекоз это все дело разбирается плюс до заказ моих ягов свалили мне завод один до стрекоз и все слили всех молотков в общем гоним мы все это дело он конечно тоже здесь ягов послевал часть но мы выбили огромное количество молотков пока тайфуны не накопились начиная стрекозами фокусе тих перезахватываем совместно то есть тут два его яга два моих флажок и я предпринимаю идти в атаку даже такой армии то есть надо отвлекать зажимать на базе флаг под нашим контролем подгоняю 2 ягуаров сюда начинаем соответственно валить завод уже до молотков напарник тоже видит он наклепал и гхм с трех заводов все четко выдвигается на мой флаг потому что понимает что здесь как бы ловить нечего красный игрок кстати тоже вышел в егэхам к этому моменту мы начинаем отсюда атаковать мои ягуары мой егэхам плюс егэхам желтого игрока ну а синий игрок вышел в молот и щит то есть он не стал чисто молотками пробиваться соответственно заходит захватывает флаг сносит весь деф о чем я и говорил то есть не давайте развиваться конфедерации давите самого начала флаг взяли и третьим штабом пошли естественно красный игрок здесь терпит поражение я напарнику желтому показал что давай там раскладывая оборону свой до заказ своих ягов стрекоз я тоже туда тащу мы здесь совместно с желтым игроком пробиваем уже фиолетового то есть у нас яги хамелеоны плюс стрекозы мои так желтый игрок здесь занял оборону то есть красный у нас все ликвидировал по большому счету то есть вот он катается тут конечно ягуарами без хамелеона без всего фокусе чит может это конечно не произвольно но тайфунов нету то есть и стрекоз я подгоняю плюс желтый игрок до заказ подтягивает плюс я всю свою армию туда же тащу то есть но прогоняем и в общем синего игрока здесь идет пробитие стрекоза у меня на стопе стоят потому что там тайфуны и по ложке они разложили стрекозами молотков убиваем здесь опять же свет свежий щит подъехал но у нас до заказ копится то есть все нормально сейчас будем группироваться раз раскладываться будем здесь фиолетового игрока мы сносим желтый игрок игру про красавчик он хамелеоны включает я попеременно включаем то есть фиолетовый все ликвидирован фаргат у нас тут опять же с ним совместно по большому счету держим оборону то есть у него яги яги у красного недоконтроленные полностью мои стрекозы мой хам вот здесь красный разложился но я так думаю это автораскладка здесь мы то есть на второй отряд тоже переключаемся постепенно и желтый я переезжаем выносим тут отбиваемся совместными усилиями то есть он еще пехов память я стрекоз ягов в общем вот так вот потихоньку потихоньку три игрока по большому счету пробиваем уже синего он остался по большому счету в этом бою один зеленого и фиолетового мы уже снесли ну и здесь совместными усилиями то есть опять же сносим все это дело вот он дэв стоит а хрен ли от него толку ребят но если он не достает вы либо ягра через три с дэшки строитесь прямо на флаг за него вот сюда вот строитесь вообще но никак не сюда толку вы ставите эти вышки пушки тем более я не поверю что они у вас у кого-то хоть качаны в эти две-три пушки вам блин там в 10 молотов я говорю снесут у меня пять броников рушку забирают не качаную 2 3 штаб флаг захватили и пошли давить если вот начинается строительство я понимаю что мне за флаг уже драться смысла нету я иду в четвертый штаб потому что играть придется одному здесь вот благо желтый напарник подстраховал то есть и конфедераты сделали те же самые ошибки что и соответственно большая часть игроков то есть кто-нибудь увидел эффект в этом бою от дефа я нет ни в одном не увидел вот честно скажу вам многие играют конфедераты молота этот циклон то есть светит вас об эти ружки вы не давайте застраиваться броники пошли и сразу я говорю на захват флага нефига тут в эти здания упираться тем более игры сопротивление в общем режим такой довольно таки интересный я считаю что он больше под сопротивление хоть многие конфедераты и пишут что не молота тайфун там циклон нормально тащить нифига он не тащить если сопротивление будет контрить потому есть три игрока если все трое будут клепать качаных штрикос ягуаров и диких нифига молота циклон вам вообще ни разу не поможет это я так скажу герои возможно но опять же когда кто человек прокачает непонятно по поводу вот данного режима доминирования я не знаю мое мнение нужно очков больше делать потому что слишком быстро шкала заполняется если все-таки люди хотят поиграть от развития не всегда им это удается но опять же тут как упор сделать увидите нет такого что там три сильных игрока против трех сильных игроков играют с рандомами тяжело общую тактику подобрать плюс несыгранность абсолютная другу недопонимание потому что все разные язычные то есть тяжело общаться ягра полноценно оценить этот режим можно будет когда можно будет словиться со своими напарниками против сильных оппонентов вот тогда по достоинству этот режим будет оценен и можно будет говорить полноценная баланс мое мнение вот но очки я бы наверно добавил чуть чуть подольше бой был то что ну слишком быстро все всем спасибо за просмотр всем удачи всем пока комментируйте пишите ваше мнение потому что возможно они будут все-таки учитываться при каких-то доработках чем больше будет единомышленников тем больше эффекта что получим то что нам нужно хотя бы частично все всем пока всем спасибо и и Субтитры сделал DimaTorzok